И мы с вами сейчас переходим о деятельности, мы будем говорить с вами о деятельности, о том, какая бывает деятельность. Веды говорят, что бывает деятельность в трех видов. Она бывает благостная, страстная и невежественная. И мы сейчас с вами будем разбираться в этом вопросе, как жить правильно, как жить так, чтобы грехи не копились, чтобы жизнь была счастливой, радостной, и чтобы я победил свою судьбу. Как так жить? Для этого нужно знать следующие вещи. Деятельность благости. Выполняется в соответствии с указаниями Священных Писаний. Человек должен жить по правилам. Смотрите, у нас есть в сердце желание, нам хочется вот так жить, как нам хочется. Иногда нам хочется что-то хорошее сделать, а иногда хочется что-то плохое. Но мы сами не можем в этом разобраться. Потому что когда хочется, в это время вступает карма. Что такое карма? Это когда хочется. Хочется чего-нибудь такого, земного, земного. Да? Ну то есть хочется. Желание — это что такое? Это сила, которая выходит из глубины, вот из этого вот шарика, песка кармы. Песчинка выходит наружу, и она действует на нашу психику. Возникает желание. Хочется. Но мы не знаем, это хорошо или плохо. Потому что когда хочется, в это время разум не может действовать. Желание сильнее побеждает разум. Хочется. Пока разум сильный, не так сильно хочется. Но когда сильно хочется, значит разум уже не такой сильный. Иногда человек хочет чего-то хорошего сделать, но в основном плохого. В основном чаще всего плохого. Когда хочется. Вот. Но есть способ разобраться в этом вопросе. Для этого нужен старший. Потому что даже священные писания мы можем объяснять по-своему. Мы можем их читать, там что-то выдумывать, объяснять по-своему. Нужен старший. Причем старший не на тонком плане. Некоторые советуются со старшим на тонком плане. Они говорят, можно мне так делать? И он всегда говорит, можно. На тонком плане старший. Он всегда говорит, можно. Нужно старшего иметь на грубом плане, чтобы он жил. Можно было с ним поговорить. То есть священные писания человек получает через старших. Не сам по себе. Но когда у человека есть старший, он читая священные писания, он таким образом возобновляет отношения со своим старшим. Он читает священные писания для удовлетворения старшего. Не для того, чтобы себе оправдать себя, а для удовлетворения старшего. И если он что-то не понимает, он опять спрашивает у старшего. Так человек должен действовать в благости, жить в благости. Означает всегда сверяться со старшими в своих поступках. Вот одна женщина сейчас ко мне подошла и говорит. Все говорят, и астрологи там, и все говорят, что нам надо разводиться с мужем. Я бы придушил таких астрологов, которые говорят, что надо разводиться с мужем. Вот взял бы, придушил бы просто. И, наверное, бы не совершил греха сильно большого. Потому что это злые люди. Они не пользу людям приносят, а вред приносят. Что астролог не должен говорить, что надо разводиться. Это грех так говорить вообще. Плохо. Потому что ты же не Бог решать людям. Бог же людей соединил вместе для чего-то. Зачем ты разрушаешь их союз своим знанием? Так называемым знанием. Это не знание на самом деле. Это иллюзия. Ну и вот какие-то она нашла. Сама нашла таких астрологов, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Человек, как Антенко, он ищет тех астрологов, которые ему нужно, чтобы сказали то, что он хочет. Он ищет, 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 ищет раз, нашел. И они ему выкладывают все, что он хочет. Но я ей сказал другие вещи. И она все приняла, и начала сразу же меняться судьба этой женщины в лучшую сторону. Сразу же прям меняться начала. Я это увидел в ее сердце. Видите, желание, оно заставляет нас делать не то, что нужно. Но человек не должен доверять желанию. Не надо доверять своим желаниям. Вся культура, в которой мы живем, она заставляет нас доверять желаниям. И психология, которая на основе этой культуры создана, философия, то есть психология это тоже философия, она объясняет, зачем это надо. Эта психология говорит, расслабься. Доверять своим желаниям, делай то, что тебе нравится. Вот тебе что-то захотелось, делай. Это правильно. Если ты чувствуешь себя плохо, расслабься. Сними с себя напряжение, расслабься. И повторяй. Я хороший. Я очень хороший. Я солнце. Я большое светлое солнце. Я приношу людям радость. Такая философия. Видите? То есть человек совершил грек какой-то и сидит, и расслабляется. Я хороший. Я очень хороший. Я солнце. Я большое светлое солнце. Это называется аутагенная тренировка. Я в детстве не знал философию. Я просто изучал, как работать над собой. Мне было 12 лет. Я сел и начал повторять. Я большое светлое солнце. Вслух прям повторял. И мама пришла, такая, она почувствовала что-то не то. Говорит, солнышко, ты посуду не помыл за собой. У меня был конкретный облом, потому что я уже почти сиял. А она пришла и как бы испортила все сияние. Потому что я уже как бы огромное, большое светлое солнце. Я сияю всем, несу людям счастье. И тут приходит обычный человек, моя мама, не солнце, просто мама и все. И заставляет меня что делать? Какую-то ерунду, мыть посуду. Да за большим светлым солнцем вообще надо всем мыть посуду. Зачем ему самому за собой мыть посуду? Видите? Просто чуть-чуть настрой поповторял, какой результат. Эгоизм немедленно этим воспользовался и начал создавать вот эту иллюзию своего превосходства над другими людьми. Страшная вещь. Видите, вся философия современного мира, она так устроена. У меня один человек в Краснодаре пришел, говорит, я записался к одному очень серьезному психологу на консультацию. начал, у меня были проблемы с женой в отношениях. Я еле-еле попал к нему на прием. И он мне сказал, что на самом деле попытайся понять, что тебе не хватает счастья в жизни. И поэтому у тебя проблемы с женой. Чтобы было счастье, для этого надо тебе найти любовницу, с ней встречаться и в этом состоянии счастья уже дарить это счастье жене. наполняться счастье от любовницы, наполняться и дарить жене. И он говорит, мне понравилось, ну, все понравилось. Потому что я сам уже думал, что тяжело с женой, девочки начали нравиться. Когда человеку тяжело с женой, то девочки начинают нравиться вокруг, красивые. Тяжело, когда с женой, другие девушки нравиться начинают. Мне уже, говорит, уже начали нравиться. И я смотрю, он тоже сам мне подтвердил прямо. Но что-то внутри, говорит, как-то так я чувствовал, что что-то не то. И поэтому вот пришел вас спросить на лекции. Я говорю, вы знаете, вы вот все, он правильно сказал, все хорошо. Вам только надо одну вещь уточнить. Уточнить. Он спросил, у кого? Я сказал, уточнить, у жены психолога. Да, надо найти эту жену и спросить ее, согласна ли она быть его любовницей. Ну, как бы, так как психолог это советует, то самый лучший способ — это с его женой, как бы, гулять. Зачем, как бы, эту ситуацию выносить слишком далеко наружу? Надо решить между собой. То есть психолог посоветовал, ну и решил с его женой. Он же сам тебе посоветовал. И он такой смотрит на меня, говорит, наверное, это не понравится. Я ему тогда объяснил, что слово психолог, оно происходит от двух корней. Первый корень — психос или душа. Душа означает наука о душе, психология. О душе означает о нравственности, о том, как правильно себя вести. И это упирается в священное писание. То есть психология должна исходить от священных писаний. И второй корень — это не психос, а просто псих. Понимаете? Ну, то есть, или ты будешь науку о душе преподавать, или ты будешь просто психом. То есть психология. Наука психов. Понимаете, как опасно? Если человек не основывается на священных писаниях, в своих советах, то это очень опасно для судьбы. Ну, то есть, это очень большая проблема. Итак, деятельность благости выполняется в соответствии с указаниями Писаний. Она выполняется без привязанности. Вот если чувствуете, хочется сына наказать, хочется, это называется привязанность. Надо сначала успокоиться, помолиться, а потом наказать его из чувства долга, когда уже не хочется. Смотрите, когда не хочется сына наказать, мы будем его наказывать? Нет, это называется действие из привязанности. Сына надо наказать. Надо когда наказать? Когда не хочется. Когда ты успокоилась, тогда и наказывай. Это всегда трудно, действовать правильно. А когда хочется сына наказать, в это время надо помолиться, чтобы не было привязанности. Надо действовать без ненависти. И также надо действовать без, как это называется, когда ты даешь кому-то предпочтение. Вот, допустим, человек начальник, и у него есть предпочтение. Вот эти люди мне больше нравятся, а вот эти меньше. Человек не должен использовать предпочтение в распределении зарплаты, там, допустим. Он просто должен выполнять честно свой долг. Без ненависти, без предпочтения и без привязанности. Если все это есть, значит, нужно молиться. Значит, ты не сможешь в благости действовать. Не сможешь сделать все правильно. Дальше. Человек должен действовать без желания наслаждаться плодами своего поступка. Это самое сложное. Мы же и делаем все для того, чтобы наслаждаться. Вот как можно начать кушать без желания наслаждаться едой? Скажет, ну невозможно этого, невозможно ли. Ну как можно кушать, без желания наслаждаться едой? А веды конкретно объясняют, как это делать. Нужно кушать освященную пищу. Если ты кушаешь освященную пищу, Бог говорит, пожалуйста, наслаждайся моей освященной пищей. Это не является грехом. Но если ты эту пищу еще освященную будешь кушать для удовлетворения Бога, думать, что я для Него кушаю, чтобы потом Ему служить, чтобы мои силы потом для Него пошли, это вообще не грех. Такое питание очищает жизнь. Вот даже просто, если человек кушает освященную пищу для того, чтобы служить Богу, не для своего удовлетворения, а для того, чтобы служить Богу, то он очищается от всех грехов в результате и становится праведником, просто кушая освященную пищу. Представляете, как классно? Вот секс, допустим. Как заниматься сексом без привязанности к результату? Оказывается, что можно заниматься сексом для зачатия праведных детей, думать об этом в это время. И такой секс называется религиозным обрядом. Такой секс становится уже благочестивой деятельностью, которая приводит человека праведности. И святые люди рождаются именно при таких отношениях половых. Видите? То есть действие без желания насладиться плодами, оно по факту самое хорошее. Вот представьте, я сейчас буду лекцию читать не с целью помочь вам, а допустим, у меня будет какой-то мотив. Допустим, у меня будет мотив стать известным человеком. Как тогда я буду читать лекцию? Я рад вас всех видеть. Мы с вами встретились по важной причине. Вы сейчас узнаете много важного от меня. Понимаете? Понеслась. Какое у вас сейчас? Я вот начал так читать лекцию. Что у вас в сердце возникло? Почему? Ну, потому что так и должно быть. Человек, который имеет привязанность к плодам, он становится проклятым. Вот допустим, возьмем, допустим, здесь есть работодатели какие-то, вот ту работу людям дают, есть кто принимает на работу? Вот вы мужчина, да? Вот очень хорошо, мы с вами сейчас будем общаться. А какая работа? То есть грузовики ремонтировать. Я безработный, вы работодатель. Я хочу ремонтировать у вас грузовики. Сейчас мы с вами будем общаться. я хочу у вас работать. Я очень хороший специалист. У меня несколько специальностей, связанных с вашей работой. И я чувствую, что вы должны меня взять на работу обязательно. потому что вы почувствуете очень много счастья, работая со мной. На самом деле, я прям чувствую, что вам будет очень... Вы не пожалеете вообще, если возьмете. Вы возьмете меня на работу, да? Чувствуете, да? Не хочется, да, такого брать? Спасибо вам большое. Садитесь. Молодой человек встретил девушку. Она очень долго его ждала. Ну, долго ждала, а хотела замуж. Ты меня правда любишь? Ну, правда? Ну, мне тут точно, да? Точно? Поцелуй. Все, капец. Убежит через пять минут. Понимаете, о чем я говорю? Как человек разрушает свою жизнь. Что разрушает жизнь? Привязанность. Привязанность — это проклятие. Проклятый человек. Вот как девушке выйти замуж? Парень... Девушка, которая благочестивая, она знает, как выйти замуж. Допустим, она понравилась кому-то, как она должна себя вести? Она не против. Можешь смотреть. Но и не за. Еще посмотрим, как ты будешь себя вести и так далее. Так? Называется непривязанность. Очень спокойное, доброжелательное поведение. Но ни в коем случае не поддаваться. Не поддаваться. И тогда он начинает ухаживать, пытаться добиться руки девушки. И создается нормальное и правильное отношение в результате. Но если она поддалась в постель, с нему впрыгнула, все, ему уже неинтересно. Пропадает у него вот это вот чувство. Ну, уже все свое получил, неинтересно уже все. Не та девушка уже, не та. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходят в праздные суете. И постоянные не те. Видите? Не тем занимаемся, да? Не тем занимаемся в жизни. Действовать надо без желания насладиться плодами труда. Что это значит? Это значит, нужно вкладывать свои силы в две вещи. Первое. В чувство долга. Зачем я это делаю? Вот я сегодня молился, думал, зачем я читаю лекцию? Зачем я читаю лекцию? И ответ был такой, чтобы удовлетворить своего наставника. Но я не сразу это понял в своем сердце. Что у меня сердце говорилось за тем, чтобы тебе улыбались, за тем, чтобы все те хлопали, вставали хлопали перед лекцией. Вот зачем ты читаешь лекцию. А я молился и говорил, я хочу честной жизни, пожалуйста. И пришла вот сила эта в сердце, пришла. Я хочу, чтобы мой наставник был доволен. Пришло такое желание, чтобы он был доволен. Желание без желания насладиться плодами труда. Люди, которые имеют это желание, они и скупцы. Мы все имеем это желание. Но с ним надо бороться. Вот как бороться? Первое, это удовлетворить наставника. А второе, для чего мы действуем? Потому что так надо жить. Это называется из чувства долга. Нет другого пути. Так надо жить. Почему я рано встаю? Если ты не чувствуешь еще, не почувствовал, для того, чтобы мой старший был счастлив, то просто вставай, потому что так надо жить. Вставай, проклятим, заклемен. Ну такой сделал себе будильник. Поставил будильник. Спит человек. И песня такая. Вставай, проклятим, заклеменный. Потому что мы все проклятые здесь. Ленью, жадностью, желанием наслаждаться для себя жить. Человек такой встает с утра. Но вам не надо так жить. Я просто был фанатиком. У меня такое настроение было. Человек должен действовать из чувства долга, учиться. Просто потому что так надо. Он должен знать, что это приведет к счастью. Почему надо женщине нежно заботиться, о всем хорошо думать, обо всех? Почему ей надо так действовать? Потому что это ее природа. Она так должна действовать, так должна жить. Это ее обязанность перед обществом. Она должна быть очень нежно, смотреть на всех. Очень заботливо, ласково обо всех людях. Ласково означает, как мать. Заботливо, ласково, как мать. Не соблазнительно ласково? Или Геннадьевич? Нет, как мать. Или как дочь. Со всеми, кроме мужа. С мужем, как жена, ласково. Действовать без привязанности, без желания наслаждаться плодами. Это благостная жизнь. Желание есть всегда, но надо пытаться от него уходить в своем сердце. Потому что, когда человек хочет чего-то, он лишается этого. А когда человек побеждает это желание, он получает. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Когда она выйдет замуж? Когда она настолько сильно займет свою природу служением другим, что она в сердце успокоится по отношению к этому чувству. Вот в тот момент, когда она почувствует, что ей так хорошо даже одной, в этот момент она выйдет замуж. Вот когда человек успокоится, что ему нужна квартира, просто будет трудиться, работать спокойно и привыкнет той, в которой он живет. В этот момент он уже начнет копить на новую. То есть, когда человек успокоится по отношению к своему желанию, в этот момент приходит благословение. Дальше. Как действовать в благости? Нужно стараться победить эгоизм в время деятельности. Эгоизм отречает желание действовать для себя. В своих личных интересах. Ну, допустим, сын должен хорошо учиться. Как к этому относиться? Как победить эгоизм? Очень сложно. Кажется, я и так не без эгоизма. Я желаю ему только блага. Давайте разберемся. Хорошо, благо вы желаете ему или не благо. Давайте разберемся. Смотрите. У ребенка есть только одно направление. Он как цветок, который распускается или красным, или желтым, или каким-то другим цветом. Только одним. Он не может сразу всеми цветами, радугами распискаться. Цветок. Так? У него только одна природа. Вот белая ромашка. Это ее природа. Быть белой ромашкой. Все. Она не может быть желтой ромашкой. У ребенка есть природа. Он любит литературу. Это его природа. Это с детства уже проявляется. Это никак не привьешь ребенку. Это его природа. Он просто любит литературу. Ему нравится. Математика не нравится. Если ребенок любит литературу, естественно, что он это много изучает, получает пятерки по литературе. По математике тройки. Теперь у меня вопрос к вам. А что вы заставите его учить больше? Литературу или математику? Математику. Вот это называется действовать из ложного эго. Потому что ваша задача какая? Чтобы вас не беспокоили его оценки. А ребенку что нужно? Развиться по своей природе. Поэтому ребенку нужно изучать не математику, ему нужно изучать литературу. И математике удевать для минимум внимания. Смотрите, как развивается личность. Чем больше человек развивается в своей сфере, тем выше горка. Чем выше горка, тем больше склоны охватывают. Придет время, и он захочет изучить математику, потому что это нужно будет для экзаменов. Но он хочет это для литературы. Ему не нужна математика, но он ее учит настолько, насколько надо, чтобы сдать экзамен. Но в основном он учит литературу. Приходит время, и у него появляется даже желание это изучить. Потому что это ему надо. Он уже чувствует. Но как сделать так, чтобы он чувствовал, что ему надо? Ему надо как можно больше развиваться в том, что ему нравится. К чему ему тянет. И тогда его развитие станет уже широким в жизни. Что такое привязанность? Я не хочу, чтобы ребенок получал тройки. Вот это привязанность. А почему нет? Пускай получает тройки, потому что он... Он же все равно что-то больше понимает, что-то меньше. Там, где он меньше понимает, ему тяжело. Пускай получает тройки. Так, где Бог больше получает, пускай получает хорошие отметки. Понимаете, о чем я говорю или нет сейчас? Что... Двойки. Двойки. Я до пятого класса получал двойки. Много двоек получал. Я не знал, зачем мне нужно учиться. Ну, не было... Ну, не понимал. Я больше занимался тоже, чем я увлекал. Меня что-то увлекало. В шахматы играл, там, йогой занимался. Ну, меня что-то увлекало. Но школа как-то не сильно. А потом, в седьмом классе я понял, что я хочу быть врачом. А чтобы быть врачом, нужно хороший диплом. И я начал учить все предметы с целью стать врачом. И двоек уже не было. Были четверки, пятерки. Ко мне одна женщина пришла и сказала мне, у меня сын какой-то бездарный человек. Вообще в школу хочет, не хочет ходить. Я уже с ним замучилась. Я говорю, а чем он занимается у вас? Да, он в сборной хоккея, по хоккею, по Москве. Ну, представьте ребенку, 11 лет, он уже в сборной по хоккею, по Москве. Я говорю, так у вас сын просто гениальный, а не бездарный. Она говорит, да он бездарный. Я говорю, нет, сын гениальный. Ну, кто-то в вашей семье, похоже, бездарный. Ну, хочется, чтобы мой ребенок был нормальным человеком. Это ваша проблема. Потому что вы хотите наслаждаться его жизнью. А ему нужно развиться. Нужен цветок раскрыться, чтобы раскрылся. Вот я никогда не был нормальным человеком. И слава Богу, что родители плюнули на меня, дали возможность мне развиваться. Я на первом курсе в институт ходил. Я сначала стоял в... Я выходил на улицу. Мы жили в пятиэтажном доме таком. Я выходил на улицу на первом курсе в плавках. Зима, 20 градусов мороза. Бабушки сидят возле окон, они не знают, когда я буду выходить. Сидят возле окон посмотреть. Интересно, как человек на себя ледяную воду выливает. Я желал всем счастья, выливал ледяную воду. И потом с мокрой головой шел в институт. В пиджачке таком кожаном. И у меня образовывалась такая... Ну, ледяная корка. Я с этой ледяной коркой заходил в институт. И все знали, что вот... Ну вот, пришел. Все знали меня там. Ну что вот, ледяная корка, пиджачок. Все нормально. Вот так. Понимаете, идея в чем заключается? Что вот это вот желание, чтобы ребенок был как все, это же не благостное желание. Это страсть. Вот выглядеть как все, и ходить как все, и улыбаться как все. Это страсть. Смотрите, я не как все выглядю. Смотрите. Иногда люди в самолете летят, они так увидят. И смотрят на лицо такие. И улыбаются такие. Ну, и слава Богу, что им стало весело рядом со мной. Я тоже улыбаюсь. Нормально это страсть. Одни четверки хотя бы. Это страсть. Это означает насилие над человеком. Человек не может все цветочки быть сразу. Он вот что-то одно развивается, и это и есть природа человека. Видите, эгоизм, он не дает возможности вообще даже понять, как правильно. Поэтому нужно всегда советствоваться, во-первых, во всех вопросах со старшими. Благостные люди, они начинают жизнь заново. Они все изучают. Как правильно кушать, как правильно жить, как правильно воспитывать ребенка. Все это надо изучать заново. Почему? Потому что эгоизм все делает не так. Он нам портит правильно мышление. Когда человек заставляет ребенка, чтобы по всем предметам были пятерки, он отшибает ему разум. Потому что разум именно стремится только к литературе. Ну, как пример говорим. У каждого ребенка свою сторону. Именно разум. И когда ты ему даешь это возможность сделать, он становится разумным человеком. Но разумный человек означает не как все. Понимаете? Очень важно это знать. И именно такие люди, они становятся гениальными во своей деятельности. Они становятся талантливыми людьми, потому что им не помешали развиваться. Ну, это подтверждение. Дальше. Благость означает действовать с решимостью. С решимостью. Вот решила жить правильно начать. Начать по-женски себя вести с решимостью. Помолилась с утра, всем улыбаюсь, дарю тепло, забочусь, прощаю, прошу прощения. Если по-женски. Я решила так жить. Все. С решимостью нам действовать. Не просто по-женски завтра буду. Прямо сейчас. После лекции прям. Дальше. Мы говорили с вами про энтузиазм уже. Что человек благости, он энтузиастичный. Энтузиастичный почему? Потому что он наполняет вдохновение. Он наполняет себя воздухом вдохновения. Он слушает лекции. Он наполняет себя духовной силой. Он как губка впитывает самое хорошее и наполняется. И поэтому может отдавать. Благостный человек всегда наполняет себя. Дальше. Благостный человек не колеблется, когда у него неудача. И не расслабляется, когда успех. Просто снимает себя это наваждение. И дальше вперед идти. Дальше. Действие в страсти. Деятельность в страсти. Смотрите, внимательно слушайте. Вдохновение заставляет человека трудиться, как пчелка. Вдохновленный человек постоянно в труде. Но это ему трудно делать или нет? Он трудится, но ему не трудно. А вот когда человек трудится, как и шаг, много работает, но без вдохновения, заставляет постоянно себя. Это деятельность в страсти. Что его заставляет? Жадность. Жадность не вдохновляет человека. Она просто мучает его. Мучает. Человек мучается. Вот это когда человек заставляет себя много работать, безрадостный труд тяжелый. Это в страсти. Когда человек много трудится во вдохновении, в радости, это благость. Благость не означает ничего не делать ходить, потолок плевать. Благостный человек трудится, но в радости это делает. Итак, деятельность в страсти требует огромных усилий. Люди в страсти постоянно мучают себя. И поэтому они все замучены. Человек в страсти имеет пять стадий развития своего желания трудиться. Первая стадия — мечта. У меня я выучусь, у меня будет там такая-то работа, столько-то денег и так далее. Мечта первая стадия. И эта мечта его вдохновляет. Он такой бежит навстречу своей судьбе. В мечте находится. Потом дальше. Находит работу. Начинает очень много работать. Вторая стадия — это непосильный труд. Третья стадия — усталость. «Сколько дней осталось, как снять усталость?» Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда. «О-о-о-о-о! Где будут рады мне всегда!» Усталость означает третья стадия. «Жизнь начала давать трещину». Четвертая стадия — надлом. Все люди, которые для жадности живут, доходят до четвертой стадии. Обязательно. «Надлом» означает очень тяжело работать. Практически невозможно. Так тяжело, что просто болезни начинают развиваться. И четвертая, пятая стадия — срыв. «Тю-тю! До свидания, работа!» Под откос человек идет, под откос страсти. Потом новый виток. Он опять очухивается, встает. Опять мечты. Пахать. Уставать. Надрываться. Ломаться. И так далее. Пока не надоест. Требует огромных усилий, деятельность, правильный. Направленное на удовлетворение своих чувств, своих желаний. Я хочу жить как все. Ну, чтобы у меня все было. Мужик нашел бутылку с джином. Потер, джин вылетел. Он такой, о, джин! Тот говорит, слушаю, повинуюсь. Приказывайте. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Это означает, что всегда, когда человек хочет удовлетворить свои желания, он как проклятый. Мы же об этом много раз с вами говорили. Это как проклятие. Вот если проанализировать психическую природу людей, которые сидят и вот так тянут руку где-нибудь на остановках, в чем их природа? Неукротимой жадности. Они очень сильно хотят, чтобы им дали. Потому что по-настоящей нищие, они же не тянут руки. Нищета это же богословение. Они просто молятся, могут поставить, чтобы для вас же, благо, можете положить что-то, какую-то денежку. Они постоянно думают о Боге. Они не работают по этому. Или человек не может работать. Но он не может работать, зато может думать о хорошем. Ведь ему никто не запрещает желать всем счастья. Ну выйди на улицу, возьми гармошку и начни там играть для всех, или там стихи рассказывать, или просто благословлять всех. Сидеть, допустим, и говорить, дай Бог, чтобы счастье у вас у всех было, чтобы вы обрели Бога. И так целый день сидеть и говорить всем, зачем руку тянуть. Добрые люди подойдут, скажут, спасибо тебе, добрый человек. Дадут копеечку. И ты будешь радостный. Всегда будешь радостный. Представляете, какая хорошая работа? Всех благословлять постоянно. Почему же он такой, дайте поесть, гады? Или как у нас вообще там интересно так собирают пожертвования. Я на Арбате когда работал, там мужчина стоял и постоянно такой тряс руку и кричал. Пожертвуйте на бухло! На бухло, знаете, что значит? Значит, выпить пожертвуйте на выпечку. Люди добрые на бухло пожертвуйте! Так кричал, так добрые люди на бухло не жертвуют. Выполняется из чувства эгоизма, страсти, деятельности. Из эгоизма выполняется. Человек сильно привязан к деятельности. Вот смотрите, если человека в страсти спросить, ты кто? Он скажет, я инженер. Точнее. Он говорит, что значит точнее? Я инженер. Нет. Нет, ты не инженер, ты душа вообще-то. Душа. И ты должен думать о духовном в первую очередь, а не о своей работе. Но человек в страсти, он очень сильно себя отождествляет с тем, что он делает. Человек в благости не отождествляет себя с этой деятельностью. Ты кто? Доктор? Нет. Ты душа. Прежде всего душа. Да, ты в этой жизни выполняешь такие обязанности, пытаешься помочь людям. Ты лектор? Нет, не лектор. Ты читаешь лекции просто, выполняя свой долг. Но прежде всего ты душа. Ты не Олег Геннадьевич Тарсунов даже. Потому что в прошлой жизни, может быть, ты вилял хвостом. И тогда тебя не называли Олег Геннадьевич Тарсунов. Ну, а как-то назвали по-другому. Может быть, жучка там или еще как-то. Видите, у нас могут быть разные тела. И не надо к этому привязываться. Сегодня Олег Геннадьевич Тарсунов, завтра там жучка. Всякое может быть. У человека может быть разные тела в зависимости от его желаний. Это не то, что там Бог такой плохой, что он наказывает. Собачье тело дается не без наказания, а для того, чтобы человек получил то, что он хочет. Вот если человек постоянно ругается со всеми, то ему надо свое желание выразить, очень сильно излить. И он рождается собакой в следующей жизни. И он может гавкать, может не гавкать. Все. У него два варианта только есть. Ну, потому что он как бы хотел этого. Или ты, допустим, хотел наслаждаться, обалдеть все время. Тогда тело кошки. Пожалуйста. Ну, нет проблем. Так руку, так лапу положи, и так будет. Всегда хорошо. И так хорошо, и так. Как ни положи, всегда хорошо. Все. Тело для наслаждения. В человеческом теле так не подлежишь. Вот кошка всегда может наслаждаться. Но она всегда и так, и хорошо, и так. Все. Кому понравилась такая жизнь? Поднимите руку. Если бы кому-то понравилось, то вот, значит, будет тело кошки. Зачем дается тело, вот, допустим, коровы? Ну, чтобы кушать. Корова кушает постоянно. Даже ночью пережевывает то, что она, она отрыгивает и пережевывает назад то, что она съела днем. Ну, не накушался человек. Получает тело коровы, чтобы накушаться просто. Но если человек хочет не просто, иногда вот, вот как я, допустим, люблю хорошо покушать, побольше. Жена меня спрашивает, вкусно или нет. Я не знаю, вкусно или нет, главное, побольше. Тело коровы. Но если человек разбирается, вкусно или нет, тогда другое тело. Тело свиньи. Вот свинья, она, у нее глазки просто такие. Вот вы видели, как она кушает свинья, нет? У нее глазки расплывают, заврода. Она просто счастлива вообще. И знаете, интересно, чтобы она сильно наслаждалась пищей, Бог ей дал возможность даже испытывать счастье от испражнений. Да, испражнение есть, она... Очень вкусно. Не надо в ресторан дорогой ходить. Бог дал возможность наслаждаться пищей. Если не верите мне, сфотографируйте глаза свиньи, когда она ест, и глаза человека, когда он ест. Сравните, у кого больше счастья. Вы видите, человек просто отдыхает по сравнению со свиньей. Таким образом, животные тела — это не то, что проклятие какое-то. Это возможность испытать вот эти вот виды счастья. Действие... Желаю наслаждаться жизнью. Это не в человеческом теле надо делать. Допустим, секса хочется — тело обезьяны. Супер просто. Пять раз в день, по часу, без всяких половых расстройств. Не верите? В Индию съездите посмотреть, засеките. Я засекал. Час как минимум. И там такие визги-писки, что ни в одном эротическом фильме не увидишь. Там просто аншлаг. Просто аншлаг. Тело обезьяны. Самая разумная нация у нас какая? На земле. А? Евреи? Что-то, не знаю, незаметно. Американцы. Они научились пересаживать человеку обезьянь и половые органы. Но ученые заметили, что с сексом все нормально, но человек почему-то начинает вот так. Какие-то у него эмоции начинают другие как бы проявляться в жизни. Настраивайте получше. Сейчас покажу. Ну, кому-то нравится. Готовится к обезьянему телу. Некоторые уже в человеческом теле, они уже начинают потихоньку приходить к этой обезьяне жизни. Называются нудисты. Они выходят на пляс, раздевают, все уже привыкают уже в человеческом теле. Осваивают как бы обезьянье тело уже в человеческом теле. Это закон кармы. К какому бы состоянию не стремился человек в этой жизни, он несомненно его достигает в следующей. А если жил свиньей, останешься свиньёю. А если туп как дерево, родишься ба-ба-бам. Помните высотский пиво? Про закон кармы. Вот. Ну, то есть, вот и всё. Человеческая жизнь не предназначена для всего этого. Она предназначена только для внутренней жизни, для духовной жизни, для того, чтобы желать всем счастья, прощать, просить прощения, думать о возвышенном. В этом необходимость человеческой формы жизни. Всё остальное получается само собой. Приходит само собой, все виды счастья на этой земле само собой. Не надо сильно беспокоиться об этом. Человек в страсти очень жаден, когда выполняет действия. Он завидует. И нечист. Нечист. Люди в страсти нечистые. Они очень внешне чисто одеваются, очень красиво, стильно, но внутри нечистые, потому что они завидуют друг другу, они рисуются друг перед другом. Люди в страсти не могут найти себя, потому что они играют постоянно какую-то роль. Они постоянно как бы из себя чего-то корчат. но расслабься и встань самим собой. Боится, потому что там внутри попахивает, понимаете. Поэтому он играет из себя чего-то. это люди в страсти. Люди благости рисуются? Нет. Люди в невежестве рисуются? Нет. Ну и какие идеи такой невежестве? Они не рисуются. Люди в страсти только рисуются. Когда люди делают из себя очень успешных, это страсть. Это не благость и невежество. Это страсть как раз и есть. Если вы хотите понять, что такое страсть, когда заходите в самолет, посмотрите на бизнес-класс. ну там рисовка. Человек рисуется. Понимаете? Ну очень уважаемый человек. И когда человек находится в страсти, то всегда означает, что он очень сильно радуется и очень сильно печалится. То есть он не может быть счастливым по факту, потому что сильная радость это не счастье. Это просто страсть. Сильная радость она в сердце происходит. Когда человек по-настоящему радуется, он даже не улыбается в это время. у него такое чувство сильное, что он даже губы не может пошевелить. Это настоящая радость. Когда человек внешне все делает губами. летит, это страсть. Это страсть. А сегодня танцы! Танцуют все! Видите, человек что-то из себя корчит. Ну, сказал бы просто, танцы. Что вы делаете? Это страсть. Страсть вы делаете. Все связано с этими тремя силами. Благость, страсть, невежество. Танцы в благости. Благости, да? Танцы в страсти. Вернулась танго, танго, танго. А ты ушла! Страсть, танцы в невежестве. Тун-тун, тун-тун-тун-тун. Вниз, да, энергия вниз идет. Страсть означает бальные танцы. Благость — это танцы, связанные с храмовым поклонением. Может быть, даже такие не видели. Это очень возвышенные, чистые танцы. Чистая красота идет от людей. Раньше такие танцы были, они для Бога раньше люди танцевали, рисовали для Бога, пели стихи. Раньше в древней культуре не было просто обычных танцев, только для Бога. Стихи только для Бога, поэмы только для Бога. Все для Бога делали. Все было в благости. Вся культура была в благости. Сейчас уже очень трудно такую культуру найти. Мы даже не знаем, о чем речь. В невежестве. Человек, когда действует в невежестве, он находится в полной иллюзии. Он абсолютно искренне уверен, что он разумный человек. Абсолютно искренне. Дальше. Действует всегда вопреки указаниям Священных Писаний. Все наоборот. Если в Священном Писании говорят «не пей», то он считает, что пить это круто вообще, это нормально. Только язвенники, трезвенники они пьют. Ну то есть человек в невежестве, он все наоборот. Ну все наоборот. Из меня это круто. И он этим гордится. Гордится этим, понимаете, что он пьет. Это невежество. Человек в невежестве никогда не учитывает последствия своих отрицательных поступков. Никогда не учитывает. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, Не думай о горе с ковшом вина в руке. Ну и когда. Что дальше будет по барабану? Просто действуем без всяких проблем. Живем и наслаждаемся, веселимся. Действие в невежестве всегда связано с насилием. Человек не может не совершать насилие, когда он в невежестве находится. Потому что его радость основана на страдании других. Радость человека в страсти на чем основана? На взаимной выгодной. Ты мне, я тебе. Это тоже насилие, только скрытое. Люди в страсти, они чем занимаются? У них это называется здоровая конкуренция. Ну то есть они пытаются быть сильнее других. Но по закону. Люди в невежестве без накона это просто делают. Они просто в наглую совершают насилие и все. Дальше. Обманывают других людей в невежестве. Прежде всего они обманывают самих себя. Они в полной иллюзии находятся. Люди в невежестве постоянно оскорбляют других. Они могут жить без оскорблений. Они живут в лене. У них сердце ленивое. Люди в невежестве. Пускай работает железная пила. Не для того меня мама родила. Они постоянно всем недовольны. Правительством, страной, людьми вокруг. Постоянно все... Женщины могут быть в невежестве? Могут. Вот это как раз у женщин так проявляется. Они постоянно сплетничают. Допустим, есть такая особая форма жизни на русском языке. Это особая форма жизни называется бабки. Когда бабки возле подъезда собираются, ты мимо проходишь, они все про тебя скажут. Все знают про тебя. Но что-то не самое лучшее в основном. Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Но вот как вас понять, мы, увы, не знаем. Это невежество. Постоянно всем недовольны. И они откладывают работу над собой всегда на потом. Невежественные люди. Они не могут трудиться над своим сердцем. Совсем. Не хочется туда взгляд. Отношения с совестью. Благостные люди стремятся узнать совесть. Как говорит совесть, ее голос. Услышать пытаются. Страстные люди хотят его слышать только когда им выгодно. Допустим, жена уходит, он раскаивается, говорит, прости. Страстный человек. Но когда она осталась, на следующий день уже забыл. Все. Совесть уже заглохла. Невежный человек никогда совесть не слушает. Он ее пытается уничтожить, задавить. У него все наоборот. Никак по совести. Все в этом мире соткано из этих трех сил. Надо в этом разобраться. Если вы неосознанно или осознанно попадаете под влиянием одной из этих сил, вторая уже будет ослабевать в вашей жизни. Например, если вы страстные песни любите. Ну, страстные песни – это песни, такое, как бы, наслаждение, любовью такие. Светки Соколовой день рождения, и сегодня тридцать лет. Я несу в подарок поздравление и красивый розовый букет. Розовые розы, Светки Соколовой. И так далее. Да, это страсть. Благость – это песни патриотические. Это песни о Боге благостной, о нравственности, о правильной жизни. Песни благостной. Есть еще духовные песни. Это песни о любви к Богу. В основном молитвы. Невежественные песни. Это песни чаще всего хриплым голосом. Нинка, как картинка, с фраером гребет. Такая песня есть. И перо за это получи. Зарезал ее под конец. Ну, то есть, это невежественная песня. Некоторые любят слушать. Благость – до свидания. Если любишь такие песни, благость – до свидания. Все. Страсть – любишь, благость – до свидания. Они не смешиваются, эти все силы. Они каждое пытаются доминировать, пересиливать. Учитесь жить в благости. Учитесь слушать благостное, контактировать с благостным и жить в благости таким. Надо попытаться это сделать. И тогда у благостных людей судьба очищается от грехов. У страстных людей грехи незаметно копятся. И потом неожиданно приходит страдание, кризис. В жизни наступают кризисы. У невежественных людей судьба идет под откос. И они даже об этом не знают. Они просто катятся с горки и даже не замечают. И все заканчивается чем? Несчастным случаем. Они даже по факту и не замечают, как тело оставили. Страстные люди идут в животные формы жизни, невежественные. Страстные люди рождаются опять в человеческом обществе. Благостные идут на высшие планеты. Получают другую жизнь, более возвышенную. Это закон кармы, я вам сейчас объясняю. Так описано в Ведах. Благостные люди оставляют тело в осознанном состоянии. Страстные в сильных желаниях, неосуществленных мечтах. Невежественные люди оставляют тело в бессознательном состоянии. Благостные люди получают счастливую жизнь, счастливую судьбу. Страстные люди только гонятся за счастьем всю жизнь и в него играют. Невежественные люди путают счастье. Они считают себя счастливыми. Но они путают счастье с невежеством, с невестостраданием. Они все наоборот. Просто живя в страданиях, думают, что они счастливые. В иллюзии находятся. Благостные люди пытаются говорить о возвышенных вещах, работать над собой. Страстные люди говорят о бизнесе, о делах. И невежественные люди сплетничают и оскорбляют других. Благостные люди питаются чистой пищей, в которой нет насилия. Страстные люди питаются изысканной пищей, пытаются питаться пищей вкусной, изысканной. Неважно, есть там насилие или нет. Невежественные люди просто едят один лишь грех. Они питаются водкой, вином, соленой рыбой. Простая пища такая, вокруг водки, пища созданная, вокруг спиртного. К спиртному мороженое не подходит. Рыба подходит. Вот это создается так питание. Вокруг бутылки. Невежественные люди так питаются. Речь благостных людей простая. Простая, понятная? Сердечная. Страстных людей речь наполнена всякими новыми словами. Суши, кебаб там всякие и так далее. Ну такая страшная речь. Страстная речь наполнена понтами. Ну то есть тем, чтобы я вот крутой очень. Неологизмами всякими, иностранными словами. Страстная речь наполнена. Невежественная речь это блокной жаргон или мат. Невежественная речь. Видите, в этих трех силах все есть. Все, там все есть. Вся жизнь человека может протекать в этих трех слоях. Теперь знайте, что эти три силы сковывают живого существа своими энергиями. Благость сковывает знанием и счастьем. Вот ко мне подошла одна женщина благостная и говорит, у меня такая жизнь счастливая была. Почему меня Господь все отнял сейчас? Она уже в возрасте. И объяснил, потому что благость тоже нехорошо. Человек должен научиться жить для Бога. Наша цель жизни это духовность, это не благость. Благость это просто то, что помогает этому. Понятно, да? Ну то есть благость это тоже плохо в конечном счете. Лучше быть духовным человеком, чем благостным. Благость это лучше, чем страсть. Надо стремиться к благостной жизни, к чистой жизни. Благость сковывает счастьем. Человек становится счастливым. И знанием. Он начинает гордиться своим познанием. И в результате деградирует. Если человек духовной практикой не занимается, даже благость ему не поможет. Страсть сковывает, знаете как? Она создает человеку костную среду, из которой невозможно вырваться. То есть страстные люди, смотрите, у них нет близких отношений друг с другом. Они только живут работой и своими приобретениями. Они привязаны к квартире и к работе, к машине. И вокруг этого строится вся их жизнь. Поэтому они как в тисках живут. Они боятся все это потерять. Они думают, что нет другого выхода. Благостные люди не привязаны ни к машине, ни к квартире, ни к работе. Они привязаны к наставникам, к благостной среде. Привязаны к духовной практике. Понимаете? И поэтому они счастливы. Эти все вещи не требуют усилий. Для того, чтобы заниматься духовной практикой, не надо пахать как ишак для этого всю жизнь. А все, что связано со страстью, требует огромных усилий для того, чтобы это достигать. И достижения на этом пути по капелькам достаются человеку. Невежественные люди находятся тоже скованы страхом. Потому что в невежественной среде есть свои законы. Оттуда нельзя просто так выйти. Тебя просто убьют. Скажут, ты с нами уже повязан. Все. Живи так, боруй. Ненавидь всех. Иначе мы тебя прибьем. Очень страшно. Невежественная жизнь страхом сковывает. Допустим, семья невежественная. Как люди живут вместе? Муж говорит, попытаешься уйти от меня, убью. Ну, страхом держит ее. Мучает ее и держит страхом. Невежественная семья. Страстные люди договариваются. Они не любят друг друга. Но они живут для чего? Для детей, для того, чтобы все было хорошо. Ну, что, зачем тебе уходить? У нас все хорошо. У нас есть квартира, работа. Давай будем вместе. Давай будем улыбаться, просто друг к другу общаться. Нормально. Любви никакой нет. Просто договариваются. Благостные люди учатся служить, прощать, работать над собой, учатся близкие отношения с тобой. Почему человек не может вырваться из страсти? Он скован. Причина только одна. Он не хочет, он не может научиться жить не для себя. Он не знает, как найти наставника, не знает, как найти веру, не знает, как найти время, чтобы ходить на лекции. Он очень занят. Скован занятостью, непосильным трудом. И у него нет силы работать над собой. Так держат страсть людей в тисках своих. Когда человек появляется сильное желание работать над собой, он побеждает эти тиски и бежит на лекцию. И бежит туда, где занимаются работы над собой. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Вы понимаете? Не спи и вставай, кудрявая. Ну то есть благость означает оптимизм. Такая жизнь. Оптимистичная, очень светлая жизнь. Цена. Цена — это пожертвовать вот этим желанием много денег, власть, богатство. Сказать себе, что это не главное. И стремиться к отношениям. Стремиться к работе над собой. Стремиться к чистому, светлому жизни. Это благость. Это победа над судьбой. Это победа над кармой. Невежественные люди скованы привычками. Они не могут бросить пить, не могут бросить курить, не могут бросить среду, в которой находятся. Она их держит тисками. Что сделать? Пожертвовать всем этим. Первое, что невежественный человек должен сделать, он не должен встречаться с невежественными людьми. Самое первое, что человек должен сделать в своей жизни, он должен пытаться поменять окружение. Знакомьтесь друг с другом. Вот вы стремитесь к благости. Знакомьтесь друг с другом. Общайтесь на возвышенной теме. Работайте над собой. Обсуждайте, как жить правильно. У нас на сайте, допустим, у нас в контактах есть группа под моей фамилией. Там сейчас уже почти 150 тысяч человек. И они все общаются между собой о чем? Где купить шмотки? Где сходить на концерт? Нет. Они общаются, как правильно жить. Они обсуждают эти темы. Понимаете? Вот надо так жить. И представьте, мы сейчас, если, допустим, в благостной группе, вы находитесь в благостной группе, хотите выйти замуж, допустим. Это же легче, правильно? Легче среди благостных людей искать себе мужа, чем просто непонятно где там на сайтах знакомств. Мало ли кого-то там встретишь. Кто его знает? Всегда, когда человек живет в благости, ему легче жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!